Медведя Степана Медведя Степана исполняется 16 лет в природе из-за болезни и конкуренции. Медведи живут около 25 лет. В неволе, под присмотром ветеринаров и на сбалансированном питании живут около 50 лет. Поэтому 16 это самый рассвет медвежьих лет. Он такой мальчишка, вот посмотришь, играет, бегает, радуется посетителям. А как и когда он просыпается? Просыпается в природе, в дикой. Наш медведь просыпается с первой продолжительной оттепелью, когда в берлогу начинает поступать вода, при бока начинает вставать уже, ходить по клетке. Он сам просыпается или что-то служит для него будильником? В дикой природе, конечно, это же оттепель и истощение жирового запаса, проще говоря, голод. Лапа становится худой совсем. А в этих условиях ваших? А в наших условиях? Капель? Вот мне сказали капель. Вот когда слышат, казалось бы, нам не слышим, а животное слышит падающие звуки, падающие воды и вот просыпается. Ну, совершенно верно, но плюс он еще живет рядом с людьми, поэтому возле него... То есть там нет такого, тише, 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 Степана разбудите? Нет, такое есть, такое есть. Висят специальные таблички, чтобы тихо себя вели, но все равно люди... Нет, нет, да шуманут, да? Ну, после долгого сна есть тяжелую пищу, наверное, ему нельзя, чем он питается. Что первое после пробуждения потребляет? После пробуждения его кормят говяжьей печенью сырой для очистки крови, ну и для очистки, так сказать, кишечника и остального организма геркулесовая кашка, куда же без нее. Ты смотри, какое хорошее питание. Мы после сна идем в душ, а Степан, говорят, принимает пихтовые ванны. Как это происходит? Ему набрасывают в клетку ветки пихты, он на них валяется, он их жует. Вот, в первую очередь, это дезинфекция, и, кроме того, в смоле пихты содержится вещество терпентин, которое защищает его от грибков и паразитов. И плюс он любит пожевать, так как еще содержится витамин С. Ну, и опять же, и пахнет хорошо, да? Ну, совершенно нет. Павел, вот ходят слухи, что медведь, а Степан уже не тот, что его постоянно меняют. Или время от времени. Либо опровергните, либо согласитесь. Это какие-то ужасные слухи и байки. Это должна существовать какая-то медвежья ферма где-то, чтобы одного домашнего, практически, медведя менять на другого домашнего медведя. Плюс у него же есть соседи, братья Тихона и Еремей, которые какого-то другого соседа, они бы его не приняли. Плюс ко всему, если изъять из природы дикого зверя и посадить в клетку, он не будет развлекать гостей. Кстати, вот говорят сейчас в Госдуме идет обсуждение, хотят закрыть контактные зоопарки, в том числе и дельфинарии. Вы что думаете по этому поводу? Но здесь Степан от необходимости, потому что его мать погибла, его взяли и практически спасли. Его спасли. А вот что вы думаете по поводу контактных зоопарков, когда специально выращивают и являются на потеху публике? Достаточно таких зоопарков, ну, вольерных каких-то комплексов, как у нас, когда родители зверя погибли. То есть чаще всего это все-таки спасение, да? Спасение, конечно, потому что он маленьким попал к нам, ему не выжить в дикой природе. Павел Петрович, давайте вернемся к теме праздника. Завтра праздник состоится. Что в программе, что могут увидеть жители и гости нашего города? Это ярмарка, это, конечно же, самое главное, праздничный концерт. Для детей различные игры, конкурсы, викторины. Ну, все, к чему привыкли, все, что любят наши гости. А что на ярмарке будет представлено? На ярмарке, ну, товары для детей, там сладкая вата, шашлыки для взрослых, воздушные шары. Вот приидки вы увидите. Во сколько начало? Начало в 12 часов и будет продолжаться до 14.30. Итак, дорогие друзья, завтра не пропустите праздник в поселок Шапших, Антемансийский район. День рождения Медведя Степана. Не забудьте, кстати, подарки взять с собой, где-то все-таки. День рождения с 12 часов до 2 часов 30 минут. Я думаю, может быть, даже чуть подольше будет возможность пообщаться. Еще один вопрос. Правда, что Медведь Степан не любит ростовую куклу, которую, ну, как бы тоже его символизирует? Я понял. Это началось года, наверное, 2 назад. Он стал совсем взрослым. Я стал свидетелем. И он стал все агрессивнее и агрессивнее на нее реагировать. Поэтому мы стараемся в ростовой кукле даже рядом не появляться. Он встает на задние лапы, начинает фыркать, у него появляется пена на пасте. Да ладно. Все серьезно. Все серьезно. Если пройти мимо, он начинает биться в клетку. Поэтому мы не делаем этих экспериментов. Даже не нравится, не нравится. Так, ладно, хорошо. Дорогие друзья, еще раз мы вас приглашаем на праздник в деревню Шапша Ханты-Банасийского района на день рождения 25. Но сначала на трезвую пробежку. В 11 часов. А потом уже. Павел, большое вам спасибо. Завтра огромного количества посетителей. Хорошей погоды, что тоже немаловажно. Спасибо. А сегодня хорошего дня. Большое спасибо, что пришли к нам под студию.